Теперь попробуем усложнить уровень задачи. Смотрите, во всех задачах, которые мы решали в прошлый раз, я вам говорю, вот это орель доминантный. Допустим, черная окраска у мыши доминирует на белой окраске, а вот это рецепт. А вот теперь я дам задачу, где ничего вам не скажу про доминантность и рецепт. Мы должны это знать. Да, сами должны будете определить, какой орель доминантный, какой рецепт сильный, и потом решить задачу. А какая задача про реальные животные или про хлюнгели? Ну давайте не про хлюнгеля, а про сипулек. Кроме хлюнгелей на планете Тириан-Пампам живут еще в сипулеке. Вы приехали туда, чтобы исследовать сипулек, и вам известно, что два такие свойства, как, допустим, делобитость и токетливость, у сипулек передаются генетически по наследству. Итак, у нас есть два разных свойства, есть деловитые сипульки, такие упертые только в дело. И есть у вас хокетливые сипульки, у которых хихоньки-хахоньки строят глазки, стараются привлечь к себе внимание, и тому подобное. Итак, второе свойство – кокетливость. Мы знаем… Мы не знаем, кто это сильно, кто это умеет. Скорее всего, это наш. Мы не знаем, кто это сильно, кто это умеет. Единственное, что мы знаем, что наши предшественники точно установили, что передают им свои свойства генетически. Хорошо. И теперь у вас есть такая папочка. У вас есть деловитый сипульки, а его партнерша – кокетливая сипулька. При этом про деловитого мы знаем, что он произошел от кокетливых родителей. Оба родителей кокетливых. А про эту кокетливку мы знаем, что она произошла от пары, где отец был деловит, а мать кокетливая. Вопрос. С какой вероятностью вот у этой пары родится кокетливый детеныш? Попосад. Сначала надо разобраться. Какой олень деминантный, какой лицинный. Чем мы вчера закончили наше занятие. Тем, что мы начали отсутствовать. Таблицы делали. Шесть разных случаев, посмотрели. Совершенно верно. А ну, открывай, в шесть случаев. Смотрите, в каком случае от двух одинаковых родителей может произойти детеныш, который будет от такого родителя отличаться. Это единственный случай. Да. Три кодома. Две гетера зиготы. Две гетера зиготы. Значит, на самом деле, эти гетера зиготы. Эти гетера зиготы вот такие. А если их потомок отличаются, это значит, ну, как они все. А-а-а-а. А-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а-а-а-а. Рецептивно, помни. Две гетера зиготы. Только в этом случае уже все варианты родительских пар выписаны. Только в этом случае может получиться, что от двух одинаковых родителей происходит детеныш, которые по этому признаку от них отличаются. А это значит, что деловитость – это доминантный или репрессивный признак. Значит, это репрессивный признак. Все на основе вот этой информации вы выяснили, кто над кем доминирует. В этом случае сразу полностью генотипа. Каких существ можете выписать? Мы можем сражать. Вот у этого человека. Кокетовых мы не можем. Мы сразу имеем право выписывать. Только двойные... Стоп, стоп. Как обозначаются генотипы для тех, у кого проявился доминантный опрочек? Это вот так и это вот так. Нет, а большая амалинка. А, извините. А большая амалинка тоже. Это хорошо. Мы знаем, что здесь амалинка, но если этот друг кокетливый, значит, у него точно есть доминантный. Это значит, что он точно есть доминантный. Это понятно? Иначе он просто не был кокетливым. Один, пятьдесят, пятьдесят. Вот у вас генотипы родителей. И, соответственно, такая пара. Да, распределение признаков потомства. Один, пятьдесят, пятьдесят. И мы, пятьдесят, пятьдесят. В таком сортозадачках самое главное – корректно и правильно разобраться в том, какой амалинок, каким доминирует. Вот для этого, вот эти шесть вариантов разных пар, вам нужно смотреть, по какому сценарию разыгрываются события между родителями и детьми. По какому из шести сценариев. Вот это, ребята, и есть основа генетики. В генетике вам дают фены, то есть внешние признаки. А ваша задача по фенам что выяснить? Фены. По внешним признакам вычислить, а каковы наследственные программы гены. Как думаете, зачем их практически нужно? Или это просто такая игра в бумагу? Или это имеет какое-нибудь практическое значение? Наверное, менее. А какое? А вы слышали, что многие заболевания у человека обусловлены генетически, генетической программой? Да, да. Отлично. Возможность исследовав внешние признаки родителей, определить возможные риски для будущих детей. Это важная возможность? Это важная, а важнее же. Это понятно? Вот генетика позволяет сделать. Не надо лазить внутрь клеток. Не надо. Исследуем внешние проявления фены. На основе фены получаем представление о генетических программах. Зная генетические программы уральнической пары, можно ли предвидеть, какой возможный результат у потенции будет? Можно. Ну и разумеется, генетика необычайно важна при выведении новых сортов, пород. Кстати, а как будет называться определенная группа микроорганизмов? Специально выведенная человеком. Вот определенная группа животных, специально выведенных человеком, как называется? Подождите. У животных определенная группа, специально выведенная человеком, как называется? Порода. Определенная группа растений, специально выведенных человеком. Солок. А у микроорганизмов? Штамм. Штамм. Введение микроорганизмов не менее, если не более важно, чем выведение животных и растений. Кто объясняет, зачем в современном мире человек выводит все больше и больше разных определенных штаммов микроорганизмов? Это, конечно, не для этого. Большое количество дел, которые занимаются человечеством, это дела, приносящие материальную выгоду, нужные для какого-нибудь практического применения. Зачем нужны новые штаммы микроорганизмов для практического боли здесь не говорятся. Ну, не говорятся здесь. Берите пример жиреноского. Прошу вас. Продукты, лекарства. Лекарства. Микроорганизмы служат сырьем для получения огромного количества разных медицинских препаратов. Микроорганизмы используются при производстве огромного количества самых разных продуктов. Приведите пример. Какая группа продуктов, которые в каждом универсании есть. Это все кислоновочные продукты. Они как толщины. Творог, сыр, йогурт, простокваши, ну конечно. Не только батыри, но и грибы. Там очень много. Но это всегда определенные штаммы микроорганизмов. Противно. Ну и так далее, и так далее. В технауке используются определенные штаммы микроорганизмов. И там по-другому. Такой генной инженерии, и как она на самом деле работает, а заодно же такой генетически модифицированный организм, это мы в самом конце курса с вами разберемся. Хотя примит. Оля, вы через одно раз говорили здесь, не говоря. Если у вас есть желание что-нибудь сказать, руку поднимать. Понимаете, почему? Снимаю каприз. Почему здесь такое правило работает? Ну объясните всем. Почему здесь работает такое правило? Слух не говорят. Никто никого не услышит. Вы понимаете? И более того. Даже ответ на свой собственный вопрос, который вы задаете, вы тогда тоже не услышите. Поэтому есть определенные правила ведения, ну я не знаю, беседы. То, что последние годы и десятилетия правила по телевизору регулярнейшим образом нарушаются. И более того, такой контекст общения теперь считается чуть ли не самым лучшим современным. Когда все голову уберут, стараются переорать друг друга и никто никого не слушает. Ну извиняйте, ребят, выбирайте сами для всякого общения. Людей, которые хотят разобраться в деле, или людей, которые просто хотят переорать друг друга. Смотрите, кто для вас интересен дальнейших. Жизнь даже. Спасибо.